Иногда такая тишина в лесу, только птицы поют. Как не хватает нам пару такого, правда же? И лес такой дремучий, просто чаще непроходимая какая-то. Кажется, что так, но это просто потому, что здесь валежник, тропинок нет, но лес такой уже большой подрос. И вот иду это я иду, ни о чем таком плохом я не думала. Слышали, как пели птицы чудесно, и настроение у меня прекрасное. И вдруг сейчас устраивайтесь поудобнее, как говорится. Я вам расскажу и покажу то, что сейчас я тут встретила, увидела, и что случилось дальше. Во-первых, посмотрите, я зашла. Хочу объяснить, потому что вам-то, конечно же, не очень понятно, где я хожу-бражу. Я зашла далеко, я не стала ходить по вот этой сырой всей траве, туда в лес, я не углублялась. Но я шла по дороге далеко в лес, глубоко, наверное, километра три, может больше даже. Никого ни единой души. И вдруг я, ничего не подозревая, натыкаюсь на вот такой в лесу стоящий отдельный коттедж. В какое-то новое для себя место, вы знаете, вот как-то даже отороп меня берет, честно сказать. Посмотрите, здесь вообще дороги только вот такие проселочные, и с той, и с другой стороны. Но здесь вот вдруг такой нарисовался дом коттедж. И тут у него, видите, опять видеонаблюдение. Куча машин. Понятия не имею, что это, но заходить туда я не буду. Вообще, друзья, жуткое дело. Я вот прошла подальше оттуда, потому что, посмотрите, там машины виднеются, стоят здесь. Штук десять машин. Огромный дом. Никого вокруг. Пустынная дорога. Натыканы камеры. Когда я стала подходить поближе к этому коттеджу, вы знаете, птицы как-то резко замолкли. И мне даже показалось, что где-то там в этих зарослях такая какая-то тяжелая поступь. Как будто кто-то там пробирается, знаете, сквозь валежник. Довольно страшно. Просто у меня, как говорится, мороз по коже, и волосы дымом встали от этих всех страстей. Я даже как-то сначала-то я же не видела и не знала, что там этот коттедж смерти дальше находится. Но вот по мере приближения мне становилось как-то просто жутко. Не могу вам объяснить от чего. Просто накатывалась какая-то жуть. Страшно. Знаете, есть такое дело. Вот. Хотя я вроде не боюсь особенно. И я, когда увидела слово ДЭЦ, коттедж смерти, мне стало вообще-то не по себе. Я отсюда постаралась побыстрее ноги унести. Но странным образом, вы знаете, мне пришлось идти назад. Потому что вперёд было всё страшнее и страшнее. Я иду назад. И сейчас я вам расскажу эту жуткую страшную историю об этом коттедж смерти, друзья. Вообще, Гилфорд – это очень-очень распространённое английское старинное название местности. Сейчас это город в графстве Суррей есть такой Гилфорд. Так вот, говорят, что первые упоминания об этом городе были ещё найдены в начале V века в документах. Говорят, что король Альфред Великий когда-то именно в Гилфорде был убит, предан своими врагами и вместе со своими последователями был зверски убит именно в этом месте Гилфорд. Но почему этот дом называется Гилфорд, да ещё и Death Cottage, Гилфордский дом смерти, я всё-таки узнала. Мне рассказали много интересного именно про этот дом. Во-первых, в середине XIX века говорят, что здесь какой-то страшно ревнивый муж застал свою жену с любовником, и он запер их в этом доме и поджёг. Оказалось, что там не только жена с любовником находилась, но ещё и дети играли там, их дети с соседскими детьми какими-то, которые приехали в гости, в общем, они там все заживо сгорели при страшных-страшных муках и криках, которые раздавались по всему лесу душераздирающие. В конце концов, этот коттедж опять был перестроен там, долгое время находилась просто ферма, потом из этой фермы сделали лазарет в начале XX века, где восстанавливались и лечились солдаты Первой мировой войны. И тоже говорят, что при странных обстоятельствах вдруг в одну ночь все те, кто находились в лазарете, все пациенты, они погибли буквально в одну ночь. И говорят, что здесь в лесу они и были похоронены. И довольно часто вечерами слышатся какие-то стоны, вздохи, звуки. И вот именно то, что я вам рассказываю, что меня приводило в какой-то ужас, когда я шла домой. Мне все время почему-то вдалеке кажутся какие-то фигуры. Вообще жуткое место. Сейчас еще вам покажу, чтобы было наиболее вам наглядно и понятно. Вот с правой стороны, смотрите, какой лес. Он прям весь светится. И совершенно такой яркий, светленький. И смотрите, я поворачиваюсь в сторону леса, где этот стоит коттедж смерти. Посмотрите, что творится. О, еще и вороны закричали. Вы посмотрите, как там темно. Вот прям, понимаете, ни просвета нет. Вообще. И это просто две стороны с одной тропинки. И я когда уже вышла опять сюда, поближе, увидела вот гуляющих здесь уже людей, мне уже как-то и не страшно вроде. Иду и думаю, сейчас, наверное, будут опять недовольны, люди, что почему я не зашла на эту ферму, почему я вам этот дом вблизи не показала. Вы знаете, я даже хотела вернуться, но нет. Как говорится, не сегодня. А потом еще к тому же, когда я узнала все эти подробности об этом страшном доме, неизвестно, что там дальше ждет. говорят же, что если там уже дурная слава у этого дома существует, то лучше туда и не соваться. По мне, так это так. Ну и еще, друзья, что я вам хочу сказать. Я много чего интересного рассказывала об острове Уайт, но я никогда вам не говорила, что этот остров еще называется островом привидений, остров призраков, как называется еще остров Уайт. И говорят, что у него есть темная сторона, очень страшная, что здесь какие-то аномальные явления, которые и вызвали такое огромное количество привидений на этом острове. Я думаю, что вам будет интересно послушать и посмотреть, какие существуют здесь у нас привидения в старинных замках, в старинных церквях, каких-то заброшенных домах. Я хочу открыть новую рубрику, которая будет так и называться «Привидения на острове Уайт». Ну, а на этом, друзья, на сегодня мой рассказ для вас закончен. Я надеюсь, что вам понравилась эта история о Доме Смерти. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока.